Девушки отдыхают Сухов говоришь Сейчас мы поглядим Какой это Сухов Второй день По поводу Артемовска Что та сторона Какие наблюдения Исключая методичек Есть у них понимание того Что все таки перемога Не может быть Или как Наша же сторона С самого начала говорила Отведите часть и сохраните людей Даже американцы Я же это помню Что был такой разговор Наши-то всегда говорили Отведите, сохраните людей Для наступления, для чего бы то ни было А этот же как Фортеция Ну вот фортеция Да-да-да Ну мне по-моему для того Чтобы они не отводили войска Было разыграно этот вот Голод снарядный Мне так теперь На фоне этого кажется Вы знаете Я вот смотрел на этот Снарядный Вы знаете, Сергей Я смотрел на этот Снарядный голод Ну вот я посмотрел Пригожина Опять же Я не хочу ни в коем случае Кого-то осуждать Или обсуждать Я говорю то, что я видел То есть говорят Снарядный голод И все остальное И тут же показывают С дрона кадры С Бахмута И показывают Вон там, вон где дым Расположены украинские части И там постоянные взрывы То есть как может быть Постоянные взрывы Если у вас снарядный голод Понимаете, вот здесь вот как-то Оно одно к другому Не сопоставляется Вот это я не понимаю Знаете, непонятно Ну я так теперь Вот на фоне сегодняшнего события Я не понимаю, что это была Спецоперация По которой Чтобы те войска Ну как, уже планировали Типа не будем больше в мясорубку Нет, нет, нет Еще давайте еще перемерим Потому что там действительно Перемололи огромное число Тех, которые они бы сейчас Может быть и бросили Какой-то там контрнастоп Но их больше нет Причем они бросали Как ты заметил Сами же они с той стороны Говорили, что Элитные там Те, эти элитные То есть не просто Хотя и простых всех Но и элитные же там участвовали Даже эти националисты И грузинские какие-то там И польские Ну перемололи Перемололи Для того, чтобы они не уходили Я так понял Периодически Ну все Снарядов нет Ну раз нет Ну да Пойдем Пьет опять Ну мне так кажется Вот это все больше и больше Мне напоминает Хорошую шахматную игру Где сидят грайсмейстеры И причем знаете Никто не жалеет Знаете Извините конечно за грубость Никто не жалеет пешки Никто не задумывается Что эти пешки Это люди, которые гибнут Это множество людей Что с одной стороны Что с другой стороны И причем знаете Вот вы даже сейчас говорили Перемалывают Опять же За каждым человеком Это судьба Это не просто Перемалываешь фарш В мясорубке А это каждый человек Это его Семья взрастила И он погиб То есть Что с одной стороны Что с другой стороны Это трагедия Понимаете Люди воспринимают Уже это все Как какую-то Компьютерную игру И в этом трагедия вся Вот многие не понимают Это В этом трагедия Вена Но ведь это Такое отступление Это потому что Мы с вами люди советские И имеем сердце Но с той стороны Назвали по-моему Бахмутская мясорубка Они же сами назвали Таким образом Потом мы подхватили То же самое С той стороны Вот этот вот табор Который кочует сейчас По миру Да Вот этих Сколько их там Человек 10 Кочующих по миру Ну они по-дерушке Они же за деньгами ходят Ну вот я и назвал их Табор кочующий по миру Знаете И то табор честнее Те хоть песню поют Знаете И медведь у них есть А эти конкретно Причем мне заявление Знаете Я прочитал сегодня В какой-то По-моему Украинское новостное агентство было У меня в ютубе Высвечиваются эти Навыины и всякое это Зеленскому задали вопрос По поводу того Что он не встретился С президентом Ди Сильвой А в Или Сильва Де Ла Круз Как его там Не знаю Как его зовут То есть в этом На саммите На саммите он был Когда Зеленский прилетел Там уже все разъезжались По идее То есть он застал Кого застал Как получилось Так получилось И его заявление Было такое Что Не переживает ли он По поводу того Что он не встретился С бразильским президентом И там ответ был такой Что типа Пусть бразильский президент По этому поводу Перейдем Это убило Много устойчивее Много устойчивее Чем скажем Многие страны Я не думаю Он понимал Что они не дадут Денег А что Арабы дали Что Арабы тоже Не дали Арабы тоже Выразили Этот Мы будем Помогать Зато арабы сказали Что эти с ними Похлопали по плечу По моему Скали Мы с вами И все Этого достаточно Для них Вы знаете Я увидел Просто Вот как Даже Фотографии Рукопожатия Нашего И ихнего Президента Вот оно Что-то Как-то Вспомнилось Знаете Зер гуд Вальдебар Понимаете Вот так Примерно Это выглядело Знаете Вот Извиняюсь Конечно Ну Печально Печально Понимаете Это очень Это очень Печально Вот и Этот Где-то Мотается Там Другой Начальник Пропал У них Залужный То есть Непонятно У них Бахмут Сдается Контрнаступление Непонятно Что Один Мотается По миру Другой Вообще Пропал То есть Непонятно Понимаете Так Не должно Быть Наверное Ну Во-первых Они Сегодня Озвучили То Что Вот Он Выездил Туда Что Ему Все-таки Пообещали Самолеты Ну Пообещали Слушайте А Скольким Девушкам В вашей Молодости Вы обещали Жениться Да Вы Правы Обещать Не значит Жениться Это Знаете Вот Как Вот Мне Кажется Что Могут И дать Пускай Там Не Последние Модели Но Могут Вы Представляете Вообще Что Такое Ф-16 Во-первых Это Очень Комплексная Такая Модель Где Все На Английском Начнем С того Что Нужны Хлопцы Которые Будут Досконально Более Менее Знать Английский Язык Это Номер Один Чтоб Тебя Обучали На Английском Языке Профессионалы Это Номер Один Номер Два Все Кнопочки Тоже На Английском Языке То Это Тоже Надо Выучить Номер Три Чтобы Быть Профессионалом Летать Его Надо На Нем Летать Причем Летать Долгое Время Это Невозможно Это Не Курсы Подготовки Пилотов Советских Помните По-моему Что-то 120 Я Не знаю Сколько Там На Порядок Выше У немецких Асов Было Потому Что Здесь Курсы Подготовок Знаете Были Коротенькие Подготовили Взлет Посадка И По пути Что-нибудь Стрелять Вон Туда Да А здесь Жи Серьезная Машина Это Серьезная Машина Тут Тебя Не Просто Будут Учить Взлет Посадка На Автопилоте Ты Тоже Эти А если Ты Не Подготовлен Конкретно Ну Понимаете Это Ф-16 В руках Непрофессионала Это Самолет В руках Непрофессионала Опять же А вот Такие За рулями Будут Одеты В форму Украины Сами Знаете Чьи Люди Ну Да Как В том Анекдоте Помните Про Вьетнамского Летчика Да А что Вполне Вероятно Только Так Вариант Правда Не знаю Там Позже Аэродром Приспособлены Для этого Дела Тоже Должны Быть Обслуживания Все Это Что же А вот Это Самое Важное Инфраструктура Позволят Ли Иметь Инфраструктуру Потому Потому Что Взлетать С Польских Аэродромов Никто Не Позволит Я думаю Да И Польша Сама Не Знаешь Что Потому Что Я Смотрел Недавно Такие Много Заявления Что Польша Границы Украина Снимает А Польша Уже Делает Польшей И Вот Каким Таким Образом Хотят Польшу Втянуть В Это Дело Разве Хозяину Поляков Жалко Они Границы Ни в коем Случае Не снимут Потому Что Тогда Все Разбегутся Границы Сейчас Закрыты Чтобы Все Не Разбежались Поляки Стоят Украинцев Нет На Границе Ну Так Я Понимаю Но Чтобы Не Разбежались Опять Куда Тогда Придется Всю Польшу Окружать Чем Через Польшу Будут Забирать В армию Из Неплохая Идея Пусть Делают Что Хотят Слушайте Это Хозяин Я так Понимаю Что Сейчас Они Провели Это Так Схай Заседание И Понял Что Они Еще Раз Укрепились Духом И Дальше Бабло Снабжать Украину Еще Я Уж Не знаю Такой Степени Что Артемов Потеряли Они Все Равно Его Снабжают Что Должна Украина Потерять Чтоб Там Поняли Что Смысла Нет У нас У самих Здесь Сейчас Дефолт Приближается У нас Самим Плохо Я Не знаю Вы Видели Что Корреспондент Которая Задала Этот Вопрос Была Так Сказать Ну Как Послана У нас Понимаете Вот У нас Понимаете Вот Здесь Надвигается Дефолт Надо Заниматься Внутренней Политикой Сейчас Усиленно Знаете А вместо Этого Вот Наш Президент На G7 Он заявил Что Вот Ему Мешают Республиканцы То есть Это Понимаете Это Напоминает Знаете Вот Ты Хозяин Какие Республиканцы Нахер Такое Ощущение Вот Как В свое Время Одни Говорили Вот То Попередники Виноваты Понимаете Вот Это Звучит Примерно Так же Кто Кого Заразил Я Понятия Не И Хочется Сказать Байдену А ты Не Ожидал Ты Думал Конкурирующая Компания Будет Молчать Ты Думаешь Те Кто С тобой Конкурирует Тебе Подножку Не Дадут В любой Момент Почему Ты Себя Не Предохранил Почему Ты Себя Не Окружил Тем Чтобы Вот Этого Не Случилось Почему Почему Ты Сейчас Скулишь Что Вот Они Нам Мешают Для Чего Ты Это Делаешь Чтобы Панику Вызвать У людей Я Даже Вы Знаете Вот Даже В этом Случай Вот Многие Говорят Вот Там Подтасовки На Выборах Там Трампа Выбрали А здесь Обманным Способом Все 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 Поначалу Я Тоже Этой Волне Подался А Потом Я Знаете Начал Немножко Здраво Рассуждать Если Б Трамп Действительно Считал Что Было Так Он Бы Не Остановился Он Шел До Конца Раз Остановился Значит Либо Этого Не Было Либо Там Нашли Как Договориться И Поэтому Сейчас Здесь Волну Гнать Это Глупость Полнейшая Потому Что Во-первых Ничего Не Докажешь А Во-вторых Будешь Ну Ну Хорошо Ну Молодец Ну Высказал Там Ну Выйди На Майдан Потряси В Таймсквер Выйди Потряси Плакат Каким-то Будут Проходить Как На Очередую Достопримечательность На Тебя Смотри Дальше Что Да Ничего Знаете Как Большому Шкафу Большому Шкафу Не Дадут Упасть У 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 Фокус Был Парк Департмент Скажем Ответственность Парк Департмент И Вот Этот парк Закрылся Потому Что Парковая Полиция Его Закрыла Говорят У Нас Закончилось Финансирование Мы Его Закрыли Из-за Того Закрылся Тоже Януков Янукович С Олигархи Договорились И Не Произошло В 14 Не Договорились Так Может Такой Вариант Что Они Не Договорятся Или Все Так Не Решатся Другое Здесь Именно Государственные Интересы Это В данный Момент Это Интересы Демократической Республиканской Партии Это Интересы Государства Когда Интересы Государства Все Объединяются Как бы Они Друг Друг Друга Не Ненавидели Как Бо Друг 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 Не Костерили Но Здесь Государство На Грани Когда Государство На Грани Никто Не Пойдет На Такие Фокусы Идет Игра Идет Игра Опять же Как Я Это Вижу Опять же Может Быть Кощунственно Звучит Или Как Во Первых Надо Утилизировать Старье Как Не Посмотрите Эти Леопарды Один И эти F16 Те же Самые Это Все Старье Здесь За Это Старье Платят Хорошие Деньги То Есть Его Надо Утилизировать Как Бы Это Плохо Не Было За Одно Испытать И Новое Оборудование За Одно Испытать Как Старье Одно Блока НАТО Работает Против Старья Скажем России То Чтобы Что-то Может Доработать Что-то Можно Модернизировать А Что-то Снять С Производства Опять То Что Это Происходит На Территории Украины Это Великая Трагедия Что Идиоты Руководители Вот Этого Государства Допустили Такое Что Это Происходит На Их Территории А На Самом Деле Идет Большая Шахматная Игра Как Это Как Это Не Трагично Все Все равно В итоге Произойдет Какой-то Обмен Кто-то На Что-то Что-то Поменяет Поэтому Пусть Не Удивляются Потом Если Обменяют Либо В одну Либо В другую Сторон Нет То Что Это Разменная Карта Это Ясно Я Не Знаю Почему Эти Полудурки Не Хотят Они Скорее Сего Понимают Но Им Все равно Я Трудно Смотрите Опять же У них Потери Городов У них Готовятся Наступления У них Серьезный Момент Вот Эта Подготовка Контрнаступления Серьезный Момент А в это Время Табор Гастролирует То Есть По идее Вы должны Сидеть Здесь И причем Так Моментально На гастроли Уехали Знаете Уехали С неожиданным Визитом В Финляндию И уже Две Недели Никто Не Собирается Возвращаться То То Это Как-то Интересно Ездят В такие Места Следующую Поездку Можно В Южную Африку Съездить Например Там Может Что-то Интересное Есть Ну В Индию В Бразилию Слетать Бразильским Президентом Женев Стратились Туда Слетать Может Ну Вот Сейчас Он Если Решится Вернуться Домой Посмотрю Что Он Запоет Про Артемов Соответственно Что Все-таки Это Мусфер Или Признает Отличательно С Артемовском Я Опять же Говорю Я Не Понял Почему Даже Американцы Говорили Сохраните Людей Выведите Оттуда Тем Более Когда Говорили Что Это Не Представляет Никакого Интереса Но Выведите Людей Это Люди Что Вы Делаете Так Нет Это Будет Фортец Это Наши Люди Вашингтоне Получается А я Понятия Не Слушайте Тут С одной Стороны Могут Говорить Выведите А С другой С одной Стороны Могут Говорить С Вашингтона Выведите А С другой Стороны Говорить Не Выводите Понимаете Это Может И так Быть Откуда Я Знаю Как Они Там Есть Да И Кто Из них Весомее Тот Кто Сказал Так И Делаю Да Может Один И тот Женщик Может Один И тот Женщик Сказать Так Ни Шагу Назад Несмотря На То Что Я Буду Говорить Для Телевидения Все И для Телевидения Говорить Да Выводите Выводите И все То есть Надо Жена Кого То Спихнуть Потом Это Все Верно Вот Это Скорее Сего И Есть Торговля Скорее Всего Сейчас Происходит Все Таки Торговля Потому Чтобы Как Можно Больше Выторговать Своих Позиций В пределе Жемира Да Конечно Конечно Все Равно Будет Договорняк В итоге Все Равно Будет Договорняк А Другого Магомента Нет Если Не договорятся Мы же Исчезнем Все Вот Эту Сделку Сейчас Сделку Зерновую Продлили Почему Потому Что Сейчас Второй Тур Если Именно За второго Тура Если Вы Этого Не Продлили Это Факт Я Так Думаю Именно Поэтому Ирдогану Нужен Плюс Копилку Поэтому И Продлили Поэтому Когда Ругают Россия Продлила Потому Что Надо Потому Что Другой Еще Хуже Понятно Мы Понимаем Что Громадная Грамма Совершенно Верно Игра Не Для Простых Диванных Людей Которые Думают Эмоциями Сегодняшним Днем И Особенно С дивана Эти люди Видят Гораздо Больше Чем Мы Все Вместе Взяты У них Перспектива Другая Это Как Один Есть Полковник Есть Майор Есть Глава Командующий У всех Разное Видение Картины И карты Разные А Вы Знаете Даже То Что Происходит У Вас Организатор ЧВК Катит Бочку На Министерство Обороны Это Тоже Может Быть Игра Знаете Выставить Тех Дураками Типа Там Ваньки Все А потом В нужный Момент Будет Неожиданный Удар Оттуда Откуда Не ждали Понимаете С одной С одной Стороны Он может Быть Прав А с другой Сторон Опять Это Возможная Игра Кто Его Знает Мы Не Знаем Я Не Знаю Я Согласен С тобой Саш Мое Мнение Что Это Игра Я Не Верю В то Что Привожин Ну До Такой Степени Как Он Умный Мужик Поэтому Думаю Что Игра Игра Замечательная Игра В Которую Должны Верить Не то Что А играется Так Качественно Чтоб Они Верили Да Так Что Вот Так Что Надо Самое Трагичное Происходит В том Что Как Русские Так И Украинцы Воюют С одной Стороны И С другой Стороны И Лупят Друг Друг С Таким Остервенением Причем Каждый Осознает Свою Правоту В Этому Трагедия Есть Понимаете Я Сегодня Я Сегодня Здесь Встретил Чувака Со Львова Сидит Мужичок Со Львова Моего Примерно Возраста То есть Вполне Мог бы Знаете Касочка Автоматы Вперед То есть Вполне Рядом Рядом Сынок Сидит Где-то На берегу Пруда И Сынок Такой Лет По Тридцать И Кидает Камушки В Пруд И Вот Это Вот Недоразумение Мне Рассказывает Какая Россия Агрессор Как Напали А Вот Они Такие А Вот Сяки Я Городной А Почему Было Ну Не Собраться И Не Пойти Действительно Доказать Агрессору Почему Вы Здесь После Этого Следует Посылание В Пешее Эротическое Путешествие Со Всеми Там Прелестями Обзывание Там Всех Меня И Родителей И Всех Остальных И Отключение Все Потому Что Никто Там Не Хочет Воевать Им Это Не Надо Это Верно Там Тим Понимаете Вот Система Того Что Я Живу С Родины У Нем Родины Нет Люди Живут Без Родины Они Лишены Они Лозунги Говорят Нет Родины Спокойно Идут За Рубеж Потому Что Родина Как Так В Нем Отняли В 91 Году Все Если Так Глобально Без В С 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 То У них Нет Родины Ее Отняли А Дать Не Дали Могли В 91 Могли Дать Но Не Дали Вот И С С С Самая Большая Трагедия Той Территории Которая Сейчас Называется Украина Они Никогда Не Могли Договориться Между Собой Они Даже Выбирая Нового Президента Они Уже Знают Что Он Будет Воровать У них Надежда Что Он Будет Воровать Меньше То Что Он Будет Воровать Сомнению Не Поддается Он Будет Воровать И Все Вокруг Будут Воровать Но Пусть Бо Воровал Меньше Хоть Нам Бо Позволил Жить Даже Выборы Последнего Президента Это Был Цирк Не За Него А Против Того Это Вообще Как За Фильм За Театральную Постановку Да 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 То Сработало Так Сыграли На Противоречиях Понимаете Сыграли Как Всегда Сыграли На Противоречии Запада И Востока Вспомните Даже Первый раз Когда Хотелось Создаться Украина После Развала Российской Империи Гражданской Войны УНР Из УНР Так Они Не Смогли Договориться Образно Говоря Они Не Смогли Договориться У них Все Войны Становятся Сразу Все В каждом Годе По Гетману Ну А Когда Богдан Кмельницкий Умер Что Было 30 Лет Они Воевали Друг С Другом Они Там Не Могли Тоже Опять Договориться И Выбрать Кому Нибудь Трагедия Трагедия Будем Посмотреть Ну Никто Не Говорит Конечно Это Это Печаль Это Действительно Ужасная Вещь Которую Англосарцы Смогли Провернуть А Не Подождите Что значит Смогли Провернуть Это Профессионалы Которые Это Проворачивали Сотнями Лет На разных Территориях Что значит Смогли Тут Опыт Веков Вы Что Опыт Веков Это Не Сегодня Они Научились И Смогли Провернуть Это Для Них Это Методичка Написана Веками А В своем Печалька В том Что Все Эту Методичку Читали А Потому Что На вокзалах В советское Время Вернее В постсоветское Эти Снаперцы Все Играли Знают Что С ними Нельзя Но Все равно Идут Потом Плать Твой Меня Обманули Так Ты Знал Что Тебя Обманули Потому Что Жажда Обогащения Причем Халявы Я Так Скажу Жажда Халявы Знаете Как Всегда Говорили Вот Это Как Фрай Разгубила Жадность Фрай Разгубила Вот Это Жадность До Халявы Вот Смотрите Как Их Разводили Как Этот Яценюк Я смотрел Я смеялся Здесь Когда Он Выступал Еще Янукович Был И он Выступал По Телевизору Там Пенсии Будут Две С Половиной Тысячи Зарплаты Будут Четыре Тысячи Расскажите Вот Здесь Нашим Мексиканцам Понимаете Это Люди Живущие Вот Так В этом То Все И дело То есть Сыграли На том На чем Можно Было Сыграть То есть Ожидание Халявы Мексиканцу Ты это Не Втерешь Он В курсе Что За Деньги Надо Работать А этим Можно Было Втереть Ну Да Халява И Моих Основ Халява Досталась А Почему Остальное Нет Верно Да 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 Это Трагично Трагично Поэтому А что Обижаться Слушайте Каждый человек Хозяин Своего Счастья Каждый Выбирает Сам Себе Самое Главное Добро Не Навязывать Когда Ты Навязываешь Добро Оно Не Воспринимается Так Как Когда Тебя Об Это Просит Понимаете А Россия Вот Почему То Последнее Время Особенно Пытается Навязать Это Не Надо Навязывать Не Надо Навязывать Пусть К тебе Придут Плюхнутся И попросят Ну Сейчас Мы Навязываем Сейчас Тот Момент Когда Мы Подальше Может быть Терпели Но Создалась Угроза Нашей Государству С территории Украины Поэтому Здесь Нет Угрозы Которую Нам Просто Вынуждены Отодвигать Ну Куда Деваться Несозможно Если бы Нет Угрозы Долго Бодались Терпели Всю Эту Хрень Но Эти Базы Которые Вы Сами Видели Они Строились Они Строились Даже В том Крыму Еще До 14 Года Они Понимают Все Уже Все Флот Выводят Все До Одного Орали Включай Тимошенко И база В Феодосии Натовская Натовская Которые Здесь Уже Несколько Штук Начали Строить Что Россия Не Видела Этого Видела Вот И Все То Тут Не Навязано Тут Спасать Надо Государство Это Я уверен Штаты Будут В Мексике То же Самое И Даже Не Присоциальное Вы Знаете Я вот Когда Такой Пример Привожу Если Завтра Вдруг Мексика Решила Вступить В ОДКБ И поставить У себя В Тихуане Военную Базу Российскую Типа Мы Для Обеспечения Безопасности От Какой То Я думаю Еще до Начала Проектировки И залития Фундамента Этой Базы Возмущенные Народные Массы Из-за Того Что правительство Не согласовало Повышение Очередной Пенсии Или Какую-то Мелочь Знаете Решили Отменить День Сбора Отменить Сбор Агавы Знаете С июня На август Например Знаете Вот Какой-нибудь Нашли бы Повод Какой-нибудь Левый И Возмущенные Народные Массы Свергли бы Правительство Потом Пришло Новое Правительство И Никакой Базы Нигде Не стояло Понимаете Все верно Все верно Поэтому так Ну Ладно Саша Как говорится Давайте Сергей Удачи Всему стриму Привет Здоровья Добра Мирного Неба Над головой И Всех Нам Всех Мира Добра И Продуктивной Рабочей Недели Удачи Всего доброго Спасибо Хочешь Мы Заплатим Золотом Ты Ведь Меня Знаешь Абдула Я Мзду Не Беру Меня За Державу Обидно